Это будет сильная беда 3 International. Мне кажется, Альянс. ФП был у Оранжей. Забрали они на этот самый ФП ДС. Недолго думая, Альянса взяли Виспа и Профета. Айоу. А не Висп. Ну и Девауэр от Оранжей. Не удивлюсь я сейчас увидеть какого-нибудь разора для S4 Middle. Посмотрите, респект бан вайпер. Вайпер, лол, вайпер как респект бан. Ну не то, что совсем респект бан. Ну просто Альянсы на своем пути. Вайпером нормально там настигали. В Мидле. И не только в Мидле. В общем, давайте смотреть эту потрясающую доту. Ну а я, а я, а я, а я вам покажу, пожалуй, статы. Давайте посмотрим статы команды Оранж. Оранжи. Статы до того, как начали играть. Они, опять же, групповый этап Интернешнл. Напомню вам. 49, 27, 64,5% винрейт. 10 винстрик максимальный. 4 лусстрик. Наиболее успешный герой Outworld. Девурер. Именно этот парень здесь есть в пике. Дальше больше. Дальше команда Альянс, у которой статы. Также до начала Интернешнл с учетом статов команды НТХ. 256, 112, 70% винрейт. Сейчас он у них еще выше. 25% винстрик, 3%, не процентов, а вообще 25%. Максимальный винстрик, 3% максимальный лусстрик. Самый успешный герой Батрайдер, Ландруид, Найкс, Рубик и Котл. И это The Alliance. Что касается ростеров, то здесь понятно дефолтные. Аки, Бульдог, Лодо, EGMS4, Муши, Охайо, Куху, Экстинкт и Нет. Такие вот легендарные ребята собрались в этом матче. Чен. Снова Чен. И Альянс практически верны своему пик стайлу с вчерашнего дня. Отдают. Забираем. Без каких-либо проблем. Вчера весь день брали они Висп, Чен, Висп, Чен, Висп, Чен. Здесь ситуация немного другая. Здесь они решили взять еще и Профета Бульдога. Чтобы Профет не ныл и ему было на чем играть. Висп, EGM, Профет, Бульдог, Чен, Аки. Такой вот расклад. Именно такой расклад здесь будет. Ну и капитан команды Orange Neolution E-Sports, Муши, с великой долей вероятности, будет играть на Devourer. Баны. Ого. ЦМ очка третьим пиком. Ну да. Оранжи любят. Любят. Любят Оранжи. Эту самую ЦМ очку. И не только Оранжи. Еще и... Еще одна малайзист команда. MUFC любит ЦМ очку. Но лучше бы она ее не любила. Такое чувство, будто в Малайзии нет красивых девок и они компенсируют это тем, что берут ЦМ очку. Гирокоптер для лоды. Совсем серьезно настроенные Альянсы. И знаете, мне становится чуть-чуть страшно. Последний герой, которого возьмут они, это будет что-то на middle. Я думаю, что сейчас... Ага, Разор, кстати, в бане. Я там что-то рассказывал про Разора. Не обратите внимание на тот самый бан. Что? Чем можно... Чем можно контрить в мидле Деваврера? Поклянем, посмотрим, увидим и ответим мы на этот вопрос. Но уже потом. По ровным счетам, после этой игры. Ну, либо даже в процессе данной игры. Сейчас какого-то четвертого героя будут добирать себе Оранжи. Если я все правильно понимаю, а это скорее всего так, то нужным еще один саппорт и керри. И вот он керри. Это Джаггернаут. Целенаправленно, намеренно, зная, что будет гирокоптер, будут на нем играть лода. Беру Джаггера против всей этой движухи Оранжи. То ли им наплевать, то ли уверены они в том, что Джаггернаут могет. Последний бан. Ну, тут, очевидно, суппорта надо какого-то опасного плотного банить, который мог бы испортить все планы альянсом. Таким самым суппортом может быть у нас кто? Даже не знаю. Ну, вот никто, по-моему, не пытался банить аппарата, а точнее пикать аппарата, дабы контрить ульту Чена. И, возможно, сейчас и увидим мы такой бан. Ну, это совсем сумасшедшее будет решение. Что еще может здесь помешать? Ну, вот какая-нибудь Enigma, вполне возможно, будет неприятным героем против Альянсов. В общем, последний бан от Альянс. Рубика забанили, но, как по мне, не самое очевидное решение, но да ладно. Последний бан от Оранжа, и это должен быть какой-то мидер. Вот сейчас мы увидим, кого боятся в мидле Оранжа из оставшихся героев. Вряд ли это будет какой-то Интовик. Обращу я, друзья, ваше внимание на то, что ни Драгонайт, ни Бестмастер не пикнут, не забанен. Но, в принципе, один и второй это Стрэнджевики, и в целом-то Деваурер их довольно сильно обставляет на лайне, благодаря... Ну, вот он минус бист пошел, но еще есть ДК. Обставляет довольно сильно Деваурер их на мидле этим, что отнимает всю ману и фармить получается только с руки у них. Ну, в общем-то, последний, пятый пик Альянс. Моя ставка это какой-нибудь ДК, либо... Ну, очень-очень вряд ли какой-то герой на Интеллиженс, если, конечно, не намудрят с ламими что-то. Почему? Да потому что высасывая ману астралами своими Деваурер, высасывает еще и Интеллект. Опача! Адмирал Кунка. Ну да, нужен был какой-то герой сюда с бафом, чтобы хорошо фармилась ДК. Достаточно не лучшее решение, потому что без маны фармить с руки ему не совсем нормально удается против Деваурера. Но вот Кунка. Кунка имеет баф, который дает возможность забирать ему по дефолту один-два, а то и три крипа и харасить этим самым мыльным мечом еще и Деваурера. Поехали! Увидим сейчас мой последний пик от Оранжи. Это может быть как лесной герой, так и какой-нибудь саппорт. 5 секунд remaining. Reserve time. Ну же, друзья, ну же! Что же это будет? Игра, друзья, под номером 1, еще раз вам напомню. Ну что, очень сильно плотно призадумались Оранжи, ну 25 секунд у них еще есть. Earth Shaker. И это Earth Shaker. Вот так вот. С ямочкой Shaker, Джаггер. Интересный лайн. А может быть все будет совсем не так. Да, Mushin на Деваурере, кто же еще может играть на героя, которого он берет даже для соло чемпионата. Играть самому против себя. Ну, тут к бабке не ходи. Кто на Кома Альянсово, предельно понятно. Оху. DS. Mushy. Деваурер. Куху. На Джаггернауте. Инкстинкт будет играть, скорее всего, на Crystal Maiden. И последний пятый товарищ. Net. Будет играть, скорее всего, на Shaker. 10 секунд remaining. Наоборот. Net на CM-очке. Инкстинкт на Shaker. Ждем мы. Товарищ где-то он там загулял. Ну что, начальные закупы быстренько посмотрим. Опа-опа-опа. Опа-опа. Ганг нам ставил. Должны сейчас немножечко муша пропулить. Что-то он здесь разогнался. Купил себе 0. Да, вот сразу пулит его X. Посмотрите. Довольно таки серьезно. Ну а здесь Джаггернаут не пулиный. СМК же максимально на варды. Ну и. ДС. Тоже, понятное дело, за свои. С4 в медле. На кунке он у нас будет. Тоже за свои. Кроме. Тангуса. Впулел его Аки. Сам же вообще без ничего пойдет в лес Аки. Гирокоптер. Тоже впуленный. На один реген от EGM. И что? Ну готовы, готовы. На самом деле идти здесь навстречу приключениям Оранжи. Смело бегут они вперед. Ну и Профет. Бульдог. Тоже за свои покупает. Никто его ничем, соответственно, не пулил. А Флейн Бульдог будет. Посмотрим, как будет себя вести Бульдог. Точнее, даже не сам Бульдог, а его пеньки. Как он их будет отконтроливать. Бегают по вражескому лесу, как у себя дома Оранжи. И куда-то вот они смещаются здесь. На руну. Хотят законтролить руну. Чтобы вот все было совсем норм. Поставили один вардец. Не самый очевидный. Вот Аки. Аки видит. Аки видит. Аки видит. Аки собьет. Ну, посмотрите, не успевают. Хотя нет, успевают. На тридцатой же секунды появляются крипы. Не будем забывать об этом. Еще один вард поставили у нас Альянса. На этот раз это опс вард стоит. Вот он ровным счетом вот здесь. Ну, а CM-ка здесь что-то вообще сумасшедшее. Вот таких, как нет, нужно карать. Когда ты просто в соло бегаешь. Залепила CM-ка сюда Сентрек, чтобы не появлялись нормальные пэты Чену. Ну, вот здесь просто парни решили постоять. Чтобы вот здесь ничего не появлялось. И ведь правда. Трипл на трипл будут стоять Альянсы против Оранжей. Даже, скажем так, это Оранжи решили агрессировать на трипле против Альянсов. Ну, вот сколько я на протяжении турнира не смотрел бы на то, как команды пытаются победить на трипле шведскую дружину, толком ни у кого ничего не получалось. Но если получалось, то было это временно. Другие ли Оранжи? Опровернут ли они мои слова? Узнаем мы об этом в ближайшем будущем. Профет Соло будет стоять против ДСа. И, я думаю, Бульдог. Это раздолье для Бульдога. Бульдог уже там рассчитывал было увидеть триплу. Ощутить, осознать, что придется делить ему лес с Ченом в заварженном лесу. Просто укрываться одним одеялом. Но миновало, миновало. Бульдог счастлив, Бульдог доволен. И против ДС осталось им здесь нормально стоять, не фейлить. И дела, собственно, пойдут. Гунка же как метод противодействия Муши. Да, вот сразу же Астрал по гунке. И здесь будут харасить по КД у нас Аки. Не лениться харасить молнией Дваурера. Вот так вот раз, раз, по 105. 50 маны, 105 урона. Очень хороший КТД у этой самой Гарпии. Сейчас ему нужно только немножечко поскромнее себе вести. Хотя, посмотрите, у Гарпии куча просто жизни. Вот она впитывает два ореха Тавра и почти не ощущает. Сейчас будет 3. Ударчик. Ну, что тут поделать? Вот мне больше интересно, чем занимается Чен все это время. Пока у него есть маны у Гарпии. Пока он харасит здесь Муши. И благодаря вот такой маленькой простенькой Гарпии понемножечку выигрывает у нас мид С4. Но не то, чтобы прям выигрывает. Хоть какое-то пространство для фарма он получает все-таки. Сейчас вот еще и Торрент забросил. Он помушает. Что? Да лол, Аки с С4 на двоих замутили здесь ФБ. Вот это прикол. С4 смело Торрент зарядил. Мыльным мечом помазал птичку. И Аки делает в штормовой Гарпии ФБ. Вот оно вам начало. Вот так вот склеили Муши просто. Кунка плюс Гарпия. Неплохо. Ну а теперь С4 еще по времени будет себя здесь чувствовать. Приносит он себе один из двух сапогов. Вот правда немного подставил он под удар своего курьера. ДС вальяжный ощущает себе на бутом лейне. Пока не дотягивается бульдог до него по фарму. Потому что все-таки Айаншеллы против ФИС дамага с руки. Это не совсем удачная история. Ну и сапог себе принес бульдог. Не знаю, может не разыгрался еще бульдог. Может действительно ДС хорош. Что-то там пока не совсем так. Пытаются прорезать здесь Лиса Теттером. Пытаются найти Вард, который все же блочит им здесь что-то. Но Вард не находят. Потому что Варда здесь попросту нет. Можно также подвести промежуточные итоги. Джаггернаут против Гирокоптера. Гирокоптер 4 крипа. Джаггернаут 21. Несмотря на крутость Виспа с Ченом. Легендарность этих двух товарищей. Пока успешней на топ лейне действует у нас Оранжи. Именно благодаря тому, что в свое время сделал ставку на мидл лейн. Своей несчастной гарпией Аки. Реализовали благодаря этому они ФБ. Но благодаря опять же этому. Лода не уверенно чувствовал себя на лане. И только-только добивает седьмого крипа. В то время как у его оппонента крипов в три раза больше. А то и в три с половиной. Соло ринг появляется у нас у Оху на боте. Непривычно видеть Лоду. Даже без братера. Что-то несет сидел уже С4. Я думаю это фейзы. Да. Фейсбутцы прилетают к С4. Четко по таймингу. И уже по 142 шлепает мыльным мечом. По Девауреру. Правда у Деваура хп очень и очень много. Но вот я думаю опять что-то достообразят с каким-нибудь очередным гангом. При помощи Чена на мидл здесь парни. Другой вопрос не прав ли Аки делая такую ставку сейчас на мидл лейн. Может быть осознают они что вот нет подходящих крипов для того чтобы устроить экшен на топе и выгнать отсюда оранжей. Ну пока все идет именно так друзья. Хорошее предположение с твиттера что Розор и Ливер это будущее ФБ. В смысле ферст баны в доте. Профет уже достиг своего шестого и уже покупает себе фызы бульдог. Ну вот теперь я приблизительно понимаю в моей голове вырисовалась картина каким же образом можно будет немножко нивелировать доминирование оранжей на топе. Бульдог в какой-нибудь удачный момент туда портнется. Да и Аки наконец-то там с каким-нибудь пэтом придет. Но еще не помешает конечно же шестой левел у нас Чену, но до шестого левела далековато. Так смотрите Оху делает здесь забегание. Бульдог просто решил... Ой да ладно что умрет здесь бульдог как четко вакуум не ожидал вакуума тут бульдог прячет он себя и будут пытаться портнуться. Ну вот все четко делает Оху и забирает этот практически фри фраг. Колоссальная ошибка совершил бульдог либо наоборот сильно удивил его ДС. Хотя чё тут уже удивляться восьмой левел никаких необычных прокачек. Четыре Айншелла, два Сурджа и два вакуума. В общем это глупость бульдог сотворил и соло его там срезали. Такая вот друзья неприятная для Альянса история и опен фраг для оранжей 1-1. Так. Кунг снова восстали. Тут как тут СМ. Понимает С4 в чем проблема. Будет пытаться он убежать отсюда, бегит по прямой. Уворачивается от ульты. Но все равно его там покарали. 2-1. Понимаем у меня сейчас разницу в фан-базе. 1200 пенантов против 15000 на Альянс. С другой стороны на Na'Vi ставят еще больше. Потому что у кого-то остались пенанты с прошлого года и они по-прежнему работают. Вот видел я в игре против ЛГД там 50000 пенантов было. Но я думаю что если Альянс разгонится то к финалу. Ну и разгонится в плане скилла и дойду к финалу. То в самом финале каком-нибудь там тоже будет очень и очень и очень и очень много этих самых пенантиков. Хаки зарабатывают 5 левел. Буквально рукой подать ему до 6 лечения. Но здесь бульдога снова гоняют. Хороший фсур от шейкера минус бульдог. Не дают задоминировать этому парню. И вы знаете вот оранжи как раз таки могут стать теми парнями. Кто смогут потенциально отжать карту в Альянс. Хотя вчера кунка ганг минус раз. Как вовремя на месте оказался С4. Делает он здесь даблкил. Убивает шейкера. Убивает ДСа. Потрясающий торрент прям таки по двоим. Ну а Чен. Чен уже 5 с 3 левел имеет. И вот задача минимум сейчас как можно быстрее до 76 левела. Для того чтобы уже иметь глобальную пользу. Не только локально. Лоди дали пространство. Лода чуть-чуть начинает фармить. 26 крипов. В то время как 38 крипов у Джаггера. Вот сейчас можно. Можно цеплять. Цепляют лоду. Кубик. Полдаун от лоды. Раскрутка. Как четко здесь все получилось. И как все это было на руку лоде если бы не было ульты. Ульты у Джаггера на ауту. Но Джаггер не поленился конечно же на вражеского керри. Потратить ульту. Тратить на ульту. И все. Все замечательно. Для конечно же Оранжей. 9 минут игры. 8 фрагов. И вот теперь Бульдог должен быть здесь поаккуратнее. Снизу Базиль больше ничего здесь нет у этого товарища. 50 крипов. 2 смерти. И 10 минута приближается. Зашел метод. Заганнул кипер. Сфотографировал. Будут куда-то выкладывать себе там в группы. Вот. Примечательный факт что вроде неплохо все у Джаггера как по фарму так и по ван-дам. Но. По ван-дам. Да конечно неплохо по ван-даму. Это новый критерий от Матрикса просто. А. Заденяли товар на топе у нас Оранжи. Хотел я сказать что не вижу я каких-то там интересных айтемов у Джаггера. Неужто ли что-то есть у него. Ну нет у него ничего нету. Я удивлен. Фраг есть? Есть. Крипы есть? Есть. Но вот всего лишь файзы Базил и Вант на 10 минуте. Маловато. Не хватает еще чего-нибудь. Муша здесь со своим любимым 0 талисманом. Еще и стафов из рода имеет. А это значит что форстаф совсем скоро он себе приобретет. Ну а тут уже просто какой-то ганга пуш на медле. Проблемы у Муша может сложиться. Но Шейкер вовремя оказывается в нужный момент в нужном месте. Бульдог тоже что-то бегает из стороны в сторону. Торрент не совсем удачный. Или возможно удачный, но который не смог ничему помочь. В общем Альянс чувствует, что дают им отпор и нужно что-то делать. Что будет делать Альянс? Да, вот так вот бегать пушить скорее всего. Четвером пока их... Их мейн керри. Гирокоптер лода фармит. Очередной торрент не совсем успешный. Не совсем удачный. Тавер. Смотрите. Деняет Тавер ДС. Заезжает корабль. Успевает спрятать себе в астрал сейчас. Деваурер. Торрент. Вот как тут. Классный. Торрент от С4. Проблема у муши. Сетка по муши это минус муши. Вот как без доминации будут Альянсы бороться с оранжевыми? Вот именно так. Пушпетами, виспами, мобильностью, лечением и профетом. Который когда все-таки получит нужные фармы, получит нужные айтемы тоже будет очень сильным. Менять игру. Вот чем можно убивать такой пик? Только лайнингом, как по мне. Вот только лайнингом. Исключительно. Казалось бы, неплохо все начиналось у Альянсов. Точнее даже не у Альянсов, а у Уоральдов. Да, но буквально пару атак и фактически ничья. Где наш ДС? Что там у него за айтемы? У ДС уже есть рецепт на Мекку и теперь какие-то 150 голды вот этой самой Мекки отделяют. Муши как бы не шли, у него там дела. Фордстафа даже у него нету, это плохо. Шейкер. Вроде два асиста, вроде даже фраг есть. Ну там одна смерть, но тоже. Денег у него минимум. О, ценки. Та же история. Покупает барабаны у нас в себе. С4 на кунке и Мидас появляется еще и у Профета. ИНВИ связать джиггернаут. И вот сейчас под смоком оранжи что-то могут здесь сообразить. Не знаю, были ли внимательны Альянсы, но вот пошел колдаун. По воробьям никого. Перекрывают лоду, лоды проблем. Сразу же ТП сюда летит от кунки. Кунка корабля в ухту. Посмотрите, засевили даже здесь. Влетают сюда соло. ЕГМ начинает распиливать. Он Муши. У Муши проблемы. Ульт Профета. Никого здесь не отпустят Альянса. Никого. Никуда. А вот, может быть, правда, сейчас Нед. Хотя нет. Нет! Нед тоже никуда не ушел. Только лишь Шейкер успел. Комбо вомбо ганг и все. Дефенсив кулдаун был от лоды. Даже больше не нанести урона. Даже не дать подойти к себе. Понял, что сейчас там ботфиссурить. Ощутил своей пятой точкой. И это дало ту самую возможность прилететь к кунке. Бафнуть свою команду кораблем. Ну а потом, чуть-чуть спустя, как вы видели, и Висп сообразил, что уже самое время. Уже слиты первые с пылы. И уже можно влетать прям впритык. Протанковать. Светлячками. Топить, давить врага. Появляются первые денежки у Аки. Аркантапки Базиль. Ну и чистый путь в Мекку в дальнейшем. Ну и четыре заряда на урне у ЕГМа. Собственно, как и сапог. И стик. Решил дабл стак сделать здесь лесных крипов у нас. Профет. Лода же все так же фармит на топе. Понимает он, что будет главной целью вражеских команд. Поэтому пока что все у него исключительно на Стрэндж. Все у него исключительно на ХП. Брасер. ПТ на Стрэндж. Огрык Лапс. Который потом появится в БКБ. Ну вот когда чуть валяжная часть станет себя ощущать лода. Ровно в тот момент начнут у него появляться какие-нибудь там, не знаю, барабаны. Еще чё-нибудь. 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 Чтобы я на его месте не покупал. Да. Барабаны. Здесь. Здесь же лода фармит. Конечно же. Блэккенбар для того, чтобы в замесах выживать. Переживать замесы. Зарабатывать на них голду. Зарабатывать на них экспу. Да и вообще. Просто жить. Зачем вы собрали Пауэр Трэнс? Чтобы жить. Ну и наглости. Альянсов нет предела. Всегда. Всегда. Когда идут на Рошана они. Всегда. Вардового врага нет. Никогда этот заход на Рошана. Не является очевидным. Лода с виском на медле. И вот так вот. Как результат. Никакой прогнозируемости. То есть не понимают. Сейчас абсолютно оранжет. Что делают Альянсы. Для них это сейчас будет сюрпризом. Сдают мне вопрос. Типа. Тебе скоро летит 10 часов. Ты хоть раз как летал. Будет ли ты летать? Это необычная новость. Да. Когда-то 11. Был опыт. Так. Ну что. Давайте смотреть нашу игру EGM. EGM. Врыв. Замуши. Муши вовремя форстаф. Ну на этом то и все. Кулдаун. Пиньки. Минус мужи. Пиньки. 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 Пять крипстатов. Пять крипстатов. Вслед за ними. Команда Альянс. Ну и шейкер с СМкой. Просто как два дна. Отстают. Ну. А по голде друзья. Альянсы впереди. То есть. Фарми не фарми. Но когда ты забираешь Тавра. Когда ты забираешь Рошанов. И когда ты. В принципе то. Пушишь. Все равно. Потенциал по голде. Он приблизительно такой. Как если бы ты фрифармал. Как думаешь кто сильнее в лейтгейме. Думаю что сильнее в лейтгейме. Конечно же. Альянс. Потому что Профет может раскрыть свой. Лейт потенциал. Кунка там что то тоже может подмазаться. К этому вопросу. Гирокоптер понятное дело. Нормальным будет лейтером. Но здесь только лишь Джаггер. Супер пупер чистый лейт. Девавер постольку поскольку. Только на доминации. Ну а ДС. Он конечно всегда. Рабочая лошадка. Но тоже не супер лейтер. Кто быстрый мистыковой матч. Я не знаю. Но это буду не я. Увидим ли твои коронные интервью. Сетла. Я не знаю. Честно говоря. Для этого там есть два товарища. Уже. Не уверен. Что понадобится мое интервью. Старл адрес. Следующим вы видите. Слишком много вопросов. Друзья. Я не хочу посреди игры зачитывать. Раскачка шейкера через плюсики. Вот за эту инфу спасибо. Да друзья. Это весело. Не обратил я внимание. Ну блин. Экстинг всегда был необычным игроком. Развлекается парень. Сейчас еще в рейсбэнд рецепты начнут покупать. Ну и что. Лода сейчас дофармит этих крипов. И выйдет у него БКБ. Собирается. Собирается. Как обычно настакала ему. Эншента. Вон с помощью флака и дабл дэймэджа. Просто. Расшатал. Этих клипов заработал много голды Бустанули его фактически на пол БКБ И все круто Да уж, Альянс Я могу с уверенностью с друзьями заявить, что Альянс это команда Не СНГ команда Топ 1 по популярности для СНГ Ну то есть имеется ввиду, если вычеркнуть СНГ команды То самая популярная не СНГ команда это Альянс Да и вообще, наверное, самая популярная команда из чужой страны в мире Это вот спорно, там, Na'Vi либо Альянс Потому что за Альянс вообще-то тоже очень сильно болеет народ Огромнейшая фан-база у них Просто огромнейшая Ну, до Na'Vi, конечно, вряд ли они еще пока дотягивают Но если будут побеждать целый год То Na'Vi, думаю, не догонят эту популярность А почему? А все потому, что Глори Хантинг никто не отменял Ну что, могут зацепить здесь Мимуши на Медле Но Мимуши очень четко делает Форс Тафф И поэтому не успевает С4 со своим батутом Ну что, здесь забегание Забегание от С4 Видел он там целых двоих Понял, что с двумя не справится И решили парня отсюда упетливать Зачем-то забежали на Рошана До Рошана еще очень долго Сейчас Сейчас можно, можно, можно Он нападает на Джаггернаута Можно ставить по нему хит Сентри Вард И поняли, что С4 здесь С4 услышал по звуку Сентри Вард И решил убежать отсюда Вот просто, просто гоняют Просто отгоняют сейчас Оранжи Альянса Без вообще каких-либо проблем Ну и как там дела у Лоды? Лода у нас, конечно, по-прежнему Топ-5 фармер на карте Благодаря неудачному началу Болезненная эта тема для меня Учитывая прошлый год Кто знает, тот поймет Но сейчас уже все Ну что? Колдаун от Лоды Будут нападать здесь парни Фессура от Шейкера Ой-ой-ой-ой-ой Проблема здесь у Шейкера Стена у ДСа Живой по прязнему Шейкер Но вот сейчас его вырубят До сих пор живет Шейкер Все благодаря Лечению от Джаггернаута Ну вот Все еще живы У всех лоха П Погонят за Деваурером Минус Деваурер И там где-то И Шейкер наконец-то казнили Ну что? Крест на ЦМку Как бэкап-вариант И минус ЦМка Три в ноль Хотя Джаггернаут Решил с удовольствием Посмотрите что делает С ДСД Сбивает Аегис Сбивают здесь Аегис Лода лоха П Сейчас не лода Джаггернаут простите Ну и минус ДС Просто 5 в ноль Аегис Меняют на 5 фрагов И как бороться с альянсами Как? Потрясающий твит Мне пролетает Про Вердус Про Что НС Просто не палит Страты Перед ТИ-4 Да нифига Не благодаря Плюсикам Желтом Шейкера Благодаря тому Что Макшен И посох Ну как не посох А Хеленвар Это тоже Аггернаута 14-4 И сплошная доминация Альянсов Как бы плохо Не начиналось Но заканчивается Все Хорошо Для этих ребят Ну хотя Опять же Я не буду Вот сейчас Тут сочинять Ничего абсолютно Ничего не закончено Еще для победы Нужно сделать Альянсам Немало усилий Учитывая что Керри по-прежнему Не имеет Овер айтема Правда Вот сейчас Он себе Иглсон Кажется Прикупил И тащит Боже Сейчас есть Варддом Иглсонг Никаких барабанов ПТ БКБ Вот такой вот лода Меняется Немножечко Его запак по айтемам Тот момент Когда понимает Что Доминации нет И нужно Немножко утолщаться Но Как говорится Знает что делает Парень 24 минуты игры Покажу вам графики Плюс Много Плюс 14 по галде И плюс 20 Друзья мои по экспе За альянсами Арашан Через 2 минуты Ждут этого Арашана Альянса И пойдут Наверное Ставить уже точку Противостояние Ну а здесь БКБ Кстати есть У Виспа Шутка про Синдерена Из твитера Она не актуальна Это мы знаем Винтер по этой же причине Проигрывает Потому что хочет Побыстрее Покомментировать Бенде Самин Вижу я Кучу твитов Разочарований Овертус про С такой игрой Либо сейвить Сейвить свою команду Этериалом Против Джаггернаута С ультой БКБ В любом случае Павляется у Кунки И Бараваны Фейзы Мэджик Вант АБКБ Шадоу Блейб Такие вот Есть тайтемы В активе У сына Магнуса И за очередным Рошаном Секунду в секунду Приходит Альянс 2 800 голды У Бульдога Есть Есть Алтимайт Орб И 600 денег До хикса Причем Сейчас он этот Ласхит сделает А он этот Ласхит Между прочим Делает У него уже Есть хикса Вот так вот Ребята просто Играют четко По инфе Типа Пацаны Дайте добью Рошана Хекс появится Да пожалуйста Держи Конечно Круто Когда Команда Умеет уступать Так Сейчас мог быть Проблема Егэма Зацепили его Ой-ой-ой-ой-ой Бомбануло Как говорится Не Не побоялся Потратить Ульту Муша И так Ржет таким Грудным голосом Сейчас его Девавр Убивают Бедного Мячика Ну вот Не решился Прожимать БКБ Висп Ну и наверное Думаю Пожалел Он об этом Несмотря на отсутствие Виспа Продолжают эти Вперед альянсы Вот сейчас Очень быстренько К себе Очень-очень Быстренько Висп Притянется К кому-нибудь Он уже Сделал Портал На мидл Вот никаких Проблем нет С возвратами В драку Альянсов Когда у тебя Стоят Т1 ТВРА Все кроме одного Тут вообще Изи бризи Ты просто Портаешься Просто бегишь Все Нужно создать Какой-нибудь Момент Сейчас Альянсом И Тогда они смогут Выкурить Оранжа Со своей базы Так Ну Немножко Этериалом Похарасил Здесь у нас Ой какая стена Удейса Все очень неплохо БКБ здесь Прожимает С4 Корабль просто Не по кому На батуте Правда там Кто-то подпрыгнул Но этого Не хватило Немножечко Поспешно Кажись БКБ здесь Прожал У нас С4 В любом случае Колдаун Барабаны И Как же больно ЦМке с Джаггером Криссура Сейчас Обламывает Пути к Подступлению Альянсом Но это ненадолго Попытались Заденит Таверс Сейчас Оранжа Но тоже Не получилось Будут Рассыпаться Сейчас Бараки Прослабновение Ой как классно Все делает Здесь ДС Посмотрите Лечение Ачена Меха И никаких Шансов Нет Оранжей Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Лодокоптер Вырубает Джаггернаута Вырубает Он практически Девауэр Успел себе Снимать Вастрал Минус 1 Минус 2 Минус 3 Байбека Джаггернаута КГВП Вот что Случается Когда твоего Прокаста И твоей Доминации По игре Не хватает Для того Чтобы вырубить Какого-нибудь Чена До того Как он Находясь Внутри Драки Прожмет Ульт И Меку Типичные ошибки От Оранжей Как не стоит Играть Посмотрим Изменится ли что-то В игре Под номером 2 Ну а я Ухожу от вас На 5-ти Минутную Паузу Услышите